Дорогие друзья, коллеги! Сегодня я как юрист хотел бы прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Много комментариев уже и в социальных сетях, и в средствах массовой информации по поводу этой ситуации, но мне она тоже, эта ситуация, не безразлична. В медицинской сфере нарушение закона, порядка организации влияет на каждого из нас, поэтому я хотел бы свои комментарии также дать. Первое, что я хотел сказать, то что Министерство здравоохранения почему-то проигнорировало интересы мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша. Я думаю, они тоже свое определенное слово скажут, прокомментируют данную ситуацию. Но мы прекрасно знаем, что городской кенеш как раз таки и утверждает определенные моменты, связанные с финансированием данного института. А мэр города Бишкек утверждает кандидатуру, собственно говоря, директора этого института. То есть он его и назначил. Здесь Министерство здравоохранения единолично приняло решение по поводу и освобождения от должности директора института, Джумабекова в частности. И решило самостоятельно вопрос то ли о ликвидации, то ли о реорганизации, то ли о переименовании данного института. Что произошло с этим институтом, как произошло. Министерство подробно не дает общественности никакой информации. Но все это вызывает много вопросов, которые оставлены как раз таки Министерством здравоохранения без ответов. Вместо этого мы видим комментарии, ну в частности министра здравоохранения, в которых он, по моему мнению, необоснованно и огульно обвиняет директора института в каких-то определенных незаконных действиях. Но по меньшей мере это некорректно и неэтично с его стороны. Игнорирование права Министерством здравоохранения, мэра города Бишкек, городского кинеша, ну являются, наверное, тоже нарушением. И мы знаем прекрасно, что и городской кинеш, и мэрия непосредственно участвовала в создании этого института. И не озвучены какие-либо, ну собственно говоря, весомые основания для реорганизации или ликвидации института. Научная медицина в области травматологии и ортопедии, ну в лице совета института, не привлечена к решению этого вопроса. Вообще для обсуждения этого вопроса она также не привлечена. Последствия от принятия такого, ну на мой взгляд, поспешного и необдуманного решения могут быть довольно плачевны не только для медицины, но и, наверное, для граждан Кыргызской Республики. Почему? Потому что этот институт и вел, насколько мне известно, и научно-исследовательскую работу, и вел и практическую работу, то есть проводил необходимые для людей операции. Весь коллектив был определенным образом задействован в работе института. Что произойдет сейчас, это, на мой взгляд, тоже один из вопросов, на которые не дали ответ в Министерстве здравоохранения. Что может быть предпринято коллективом научно-исследовательского центра в связи с этой сложившейся ситуацией и его директором Жумабеговым? Ну, во-первых, естественно, может быть официальное сделано обращение в правительство Кыргызской Республики и к президенту в связи со сложившейся ситуацией. Во-вторых, может быть, последуют обращения и в судебные органы, как раз-таки в связи с незаконной реорганизацией или ликвидацией, или переименованием научно-исследовательского центра. Руководитель научно-исследовательского центра, Джумабегов в частности, может обратиться в том числе и за защитой чести и достоинства и деловой репутации в связи с высказыванием Министра здравоохранения в его сторону, высказанными обвинениями. На мой взгляд, они граничат даже с оскорблением во время высказанного им интервью. Ну, представляется мне, что правительство нашей страны и президент страны разберутся и правильно разберутся в этой ситуации с точки зрения непосредственно закона, который есть у нас в стране, примут решение, которое будет не в интересах отдельных каких-то лиц, а в интересах общественности, в интересах людей, которые обращаются за этой помощью, а за помощью в области ортопедии и травматологии. Ну, подождем, увидим. Всем привет, спасибо. До свидания.